приветствую всех на канале это еженедельный обзор рынков сегодня посмотрим как изменились основные инструменты попробуем спрогнозировать их движение на будущую неделю посмотрим ситуацию в отдельных акциях а также как изменялся портфель в рамках которую я тестирую стратегию и так на прошлой неделе очередные all-time high поставил s&p dow jones и в принципе nasdaq приближается к своему all-time high единственные из индексов который проявлял слабость это russell то есть penny stock продают на прошлой неделе важный момент заключался в том что обсуждались идеи с введением налогов во всех западных странах минимальных разрешенных но в принципе пока что это никак не надавило на котировки основных компаний против которых направлены эти законы это на мой взгляд именно технологические компании такие как apple google монополии своих областях помимо этого было два дня когда выступали представители федеральной резервной системы они сообщили о том что на данный момент инфляция их не беспокоит но также у павла спросили что он будет делать если инфляция выйдет из-под контроля он сказал что да мы будем тогда повышать ставки но в принципе даже на это заявление рынок отреагировал благосклонно то есть пока что представители федеральной резервной системы не считают что в инфляции может быть какая-то опасность ну а вот это вот огромное количество ликвидности на рынке продолжает толкать котировки наверх в принципе на прошлой неделе я как раз и говорил о том что я жду продолжение роста где-то может быть коррекция но я имел ввиду коррекцию небольшую к этому росту не не глобальную и на данной неделе какой-то даже небольшой коррекции не под не последовало можно только констатировать что была попытка коррекции по s&p ну вот как раз в пятницу и и моментально выкупили отправили его на all time high в моменте s&p фьючерс достигал 4130 пунктов сейчас закрылся на отметке 4122 ну и в принципе если посмотреть как я и говорил что цель по росту текущему находится где-то в районе 4150 ну и полномерно мы туда идем как раз где-то здесь будет граница верхняя клина в котором торгуется s&p начиная с ноября двадцатого года ну и скорее всего здесь будет уже какая-то более-менее значительная коррекция я все-таки ожидаю что на следующей неделе она уже по идее должна наступить будет ли это какая-то прям коррекция сильная вроде той что была в начале февраля я думаю пока что с уверенностью утверждать это не стоит возможно это будет попытка коррекции и еще один тычок наверх а после этого уже будет более-менее серьезная коррекция но в любом случае коррекционное движение так или иначе серьезное в ближайшее время на мой взгляд на рынке намечается если посмотреть на четырехчасовик и его rsi то s&p уже находится в зоне перекупленности с 5 апреля пока что движение только вверх идет ну соответственно это заставляет задуматься я думаю что если будет коррекция такая сильная поддержка будет в районе 3990 если s&p удержит эту отметку и оттолкнется наверх то вполне возможно но он еще пойдет обновлять х и которые поставят возможно в районе 4 150 посмотрим как это будет все дело развиваться если обратить внимание на nasdaq то он продолжает торговаться в своем восходящем канале несколько раз уже отбивался от верхней границы сейчас опять подходит плотную к ней и в принципе по nasdaq у ранее я уже рисовал цели цель по росту на мой взгляд у него находится в районе 14 270 14 250 будем смотреть внимательно как он отреагирует подойдя к вот этой белой линии которая является поддержка восходящего тренда который начался в марте будет ли от нее коррекция или он сможет ее преодолеть я думаю что скорее всего ну с первого раза он явно эту отметку пройти не сможет и коррекции ожидать стоит как раз в тот момент когда nasdaq подойдет к этой белой линии поддержки тренда ну если посмотреть на 1 латон рисует как раз ту самую нехорошую картинку которая говорил то есть здесь может быть глава и плечи в шорт если он не сможет перейти в рост но пока что он находится на такой на поддержке по большому счету это верхняя граница клина в котором была коррекция и с уверенностью сейчас что-то говорить я бы не стал хотелось бы посмотреть пойдет ли он вниз или же здесь рассел перейдет к росту если посмотреть на доу джонс он выглядит сильнее всех наверное ну в принципе какая snp не исключаю что он дойдет до 35 тысяч про это я также неоднократно говорил ну и он также находится в зоне перекупленности но в принципе если сравнить с nasdaq с snp пока что у доу джонса еще больше пространство идти наверх если посмотреть на евро доллар как я и говорил на прошлой неделе была сформирована глава и плечи в лонг если помните по моему где-то в районе 1.17 половина 1.18 были то есть в принципе подтвердился прогноз который давал ну и сейчас евро доллар закрылся примерно на отметке 1.19 я думаю здесь вполне может быть что-то похожее на продолжение роста к отметке 1.20 потом коррекция и в том случае если пойдет рост и перепишет 1.20 то здесь евро доллар имеет возможность показать хорошую динамику наверх то есть принципе пока что евро выглядит неплохо но я бы дождался если вы вне позиции подтверждение этого движения будет ли переписан отметка 1.20 пока что я на следующей неделе до 1.20 она скорее всего дойдет после чего скорее всего будет коррекция наверное она и будет проходить вместе с коррекцией на основных рынках то есть на snp и на остальных индексах если посмотреть на dx вай то это зеркальная картинка и как я говорил от 93.3 была большая вероятность коррекции она сейчас в данный момент происходит но dx вай находится на поддержке свой 200 дневный скользящий будем смотреть как он себя будет вести в x на прошлой неделе продолжал снижаться я думаю что скорее всего он будет продолжать падать у него есть сильная поддержка примерно в районе 15 пунктов вот эта зеленая линия если соединять по ней основные верхи и низы то как раз где-то в районе 15 возможен всплеск в x я ожидал что на прошлой неделе будет всплеск ну он такой был незначительный всего лишь на 18 и 3 пункта он подскакивал на прошлой неделе также прочитал сообщение о том что неизвестный трейдер сделал довольно большую ставку на рост векса в июле то есть до июля в течение вот этих нескольких месяцев по тем опционам которые были куплены трейдер ожидает роста до 40 пунктов ну то есть он получит прибыль в том случае если викс будет находиться в районе 25 40 во время июля но это довольно интересное событие в принципе то что я и говорил что я ожидаю большую коррекцию в мае может быть в начале лета это также подтверждает эту идею десятилетние облигации сша продолжают примерно на одном уровне торговаться доходность 166 по золоту на прошлой неделе я говорил что жду роста потому что мы отскочили от поддержки тренда ну так оно и случилось сейчас золото находится на отметке 1744 доллара за унцию ну и в принципе мне кажется что даже если будет небольшая коррекция золото скорее всего продолжит рост к верхней границе вот этого канала в котором она сейчас торгуется смотрим на основные технологические компании amazon rose как я и говорил здесь отрабатывается идея с головой и плечами в лонг и цель по ним практически достигнута в районе 3 500 3 450 она находится amazon всю прошлую неделю очень хорошо рос ну я думаю что он вполне имеет возможность дорасти до своего хая там посмотрим как он будет себя вести apple также на прошлой неделе наконец-таки начал расти прошел вот это важное сопротивление ну и сейчас я думаю что он должен дорасти до 140-137 здесь принципе 134 может быть до этот рост ну я думаю что наверное все таки до 138 его дотянут microsoft говорил на прошлой неделе что 250 он должен показать он вышел даже на 255 долларов в принципе также заходит потихонечку зону перекупленности facebook в отличие от того что я ожидал коррекции на новостях об утечке он продолжил рост и в принципе переписал свой all-time high я думаю что фейсбук в принципе имеет возможность все-таки обновить дальше свой хай и я же ожидаю что верхний предел по росту фейсбуке на ближайшее время это 350 долларов google подходит вплотную к цели о которой я неоднократно говорил то есть если рассматривать вот это как треугольник цель по росту после выхода из треугольника находится в районе примерно 2 300 но и сейчас вот где-то в районе этой цели он уже находится ну и в принципе это немного настораживает по поводу гугла имеет ли он возможность продолжить этот рост либо он где-то уже здесь остановится на любом случае google на мой взгляд уже находится на таких довольно опасных значениях вот nvidia наоборот еще на мой взгляд имеет в принципе возможность расти и за нее говорит вот эта ситуация с нехваткой полупроводников в мире я думаю что она nvidia на этом росте еще должна дорасти до 620 долларов а там уже будем смотреть скоро на прошлой неделе также говорил что имеет хороший шанс расти и он как раз всю неделю рост 261 доллар но я думаю что скорее всего да если будет даже небольшая коррекция square должен все-таки дойти до 300 долларов ну и за это говорит ситуация в биткоине кстати bitcoin я не посмотрел давайте посмотрим на bitcoin а он очень неплохо растет на выходных в моменте достигал 601 тысячи с небольшим немножко откорректировался в принципе свечки говорят за продолжение роста и эту картинку которую я освещал это глава и плечи в лонг пока что в принципе отыгрывается мы прошли линию шеи протестировали ее и я думаю что скорее всего на этих входных bitcoin должен продолжить рост и будем смотреть сможем преодолеть уровень предыдущего хая он находится на отметке 61 тысяча семьсот двадцать пять примерно в том случае если bitcoin хай перепишет я думаю что он может спокойно устремиться к целям в районе 70 может даже немного выше виза на прошлой неделе опять прошла линию сопротивления от этого треугольника будем смотреть внимательно сможет ли она там удержаться но в принципе я если честно не слежу за ситуацией в плане расследования если у них там все гладко то я думаю что виза вполне может продолжить свой рост ну и видите да по основным компаниям уже в конце апреля ожидаются отчеты я думаю как раз вот к отчетам будет ясность будет ли коррекция на рынке ну если она случится скорее всего она будет как раз на этих отчетах и возможно до отчетов компании акции компании будут тянуть наверх а после будет уже более-менее какая-то коррекция а вот если посмотреть на теслу которая ну все называют пузырем она на самом деле не так позитивно выглядит как основные индексы она продолжает находиться в районе 600 семидесяти шестьсот пятидесяти долларов и в принципе пока что не так активно растет кстати говоря можно то же самое сказать по фондам к эти например как же арк джи за которым я слежу потому что у меня есть определенные компании из этого фонда я в своем телеграм-канале рисал картинку один вариант это что мы пройдем а вот это сопротивление пойдем обновлять свой хай и вторая картинка что здесь будет рисоваться треугольник и после него выход вниз и пока что у меня такое ощущение что рисуется именно вторая картинка поэтому неоднозначная такая ситуация многие акции противоречат какой-то из идей роста продолжения либо начала коррекции вот например эти компании которые входят в арк джи на можем арки посмотреть мне кажется там наверно что-то подобное будет эти компании которые может быть еще не имеют свои выручки но многообещающие они как раз продолжают корректируются либо стоят на месте вот как раз вот эта картинка которая рисовал в аркей парке в принципе ситуация очень похожа на арк джи все то же самое ничего интересного в нем не происходит еще одна картинка которую рисовал на прошлой неделе в телеграм-канале по компании riot блокчейн компания которая занимается майнингом здесь на мой взгляд рисуется треугольник если биткойн продолжит расти я наверное буду входить в рай это у меня была позиция в маре я на прошлой неделе закрывал по 52 когда у меня была определенная позиция опасения по поводу биткойна я решил прикрыть эту позицию сейчас я наверно буду переоткрываться в рай от потому что рай от на мой взгляд выглядит лучше ну и здесь стоит дождаться когда она выйдет наверное из этого треугольника то сейчас уровень 53 но я возможно войду пораньше я думаю что скорее всего если биткойн продолжит рост на выходных она наверное откроется выше этого сопротивления и здесь цель по росту может вполне быть в районе там сейчас посчитаем примерно 46 долларов от границы где она пересечет этот треугольник то есть эта цель в районе 100 долларов вполне можно можно ожидать пара это может быть чуть меньше ну в любом случае апсайд довольно большой поэтому наверное поучаствую в этом деле кстати говоря также писал в своем твиттере про ситуацию с компанией сос-лимитед для тех кто не в курсе это такая компания китайская которая также занимается майнингом противоречивая потому что многие считают и с хам скамом хинденбург компания которая постоянно выпускает short report просто раздолбила в полностью этот сос сообщила о том что это скам у них нет своего офиса компания отбивается сделала пару видео о том что ее офис на самом деле в реконструкции что такое но они показали свои майнинговые риги ну в принципе непонятная ситуация и в рейдите на прошлой неделе активно начали призывать сквизить эту компанию утверждать то что 200 процентов акций находится в шорте я на самом деле сомневаюсь в этой информации возможно там есть большой шорт и здесь в принципе хорошо видно что большие объемы заходили в эту акцию по 450 и большие объемы вышли вот на этой свечке когда она доходила 6 то есть именно вот эта ситуация меня оставляет немного напрячься потому что я подключился к этой идее по 5 и 7 купил и сейчас акция находится у меня в убытке и если с ростом биткоина она не начнет расти я наверное буду от нее избавляться потому что это все таки опасно я здесь надеюсь на то что здесь может образоваться голова и плечи в лонг но в том случае если сквиз все-таки состоится я думаю очень хорошая вероятность если мы пройдем отметку там 7 долларов примерно этого возможно этот рост более менее серьезные начнется вы можете почитать в редис там есть отдельный паблик в пенни стокс там есть как раз страничка посвященный соц лимит от можете почитать там люди приводят идеи почему эта акция должна расти на самом деле я очень рад что у многих из вас нет доступа к таким акциям потому что это очень опасно и в принципе ее могут утащить вниз абсолютно не застрахован она от сильного падения это крайне спекулятивная идея поэтому не призываю повторять ее и в принципе вообще не призываю повторять все мои идеи они крайне субъективные взвешивайте всегда мои слова проверяйте их своим с помощью своего ресерча смотрите других блогеров возможно что-то интересное противоречивая с моими взглядами вы найдете сделайте какие-то выводы компания на x imagine который я писал она получила в день вот этот вынос который я обещал он случился я не зафиксировал позицию я на самом деле может быть конечно немного отчасти и жалею но я все-таки считаю что у компании есть будущее ее могут еще утащить ниже там может быть в район 30 но я буду ее держать на долгосрок и в апреле когда будут сокращать свои позиции кстати говоря определенную часть позиции я в четверг пятницу опять сократил своих акциях то есть у меня стало чуть меньше акции на балансе больше кэша ну почему в принципе вы наверное понимаете потому что я говорю что рост по рынку ограничен я наверное все таки на nx буду продолжать держать несмотря на то что я понимаю что ее могут убивать сильнее потому что компания еще пока нет выручки на все-таки многообещающая и если она начнет какой-то резкий рост и не хотелось бы упустить это на прошлой неделе также продолжали убивать bluebird bio не знаю почему так не нравится эта акция я ожидаю что по ней вполне могут в ближайшее время прийти попозитивные катализаторы которые отправят все-таки котировку bluebird наверх есть предположение о том что эту компанию поделят и поглотят на этих новостях она вполне может вырасти и и также продавать не собираюсь то что она у меня находится уже в довольно серьезной просадки ну и я все-таки ожидаю что в течение какого-то времени должна разрешиться ситуация с этой компанией но она сейчас вышла вниз за поддержку возможно ее прольют ниже но я буду терпеть и держать в конце прошлой недели в твиттере активно начали пампить fubu tv компания которая долго находится в коррекции большая большие объемы зашли в нее посмотрим у меня она есть она у меня в минусе в большом но я эту акцию сокращал если честно когда она достигала вот этого пампа в районе 42 то есть здесь я не сократил пересделал эту сильную коррекцию в районе 42 сократил и сейчас у меня совсем небольшая позиция я наверное увеличивать ее не буду потому что в принципе fubu tv тоже может пострадать если на рынке более-менее будет серьезная коррекция поэтому если вы хотите продолжать держать акции несмотря на то что в принципе может быть коррекция там районе 15-20 процентов я все-таки рекомендую держать сильные стабильные компании потому что сейчас эти все идеи которые и арк x пропагандирует и спаки все лежат над ней совершенно пока что не растут несмотря на то что основные индексы растут вот это все доставляет немного напрягаться ну и разу который не показывает каких-то сверх обычах настроений также составляет напрягаться под конец хотел бы вам показать картинку я сегодня нарисовал что-то типа свое видение по росту и сын пи исходя из теории или это волновой теории я в ней не специалист поэтому если вы давно занимаетесь все волнами или это напишите пожалуйста в комментарии ваше мнение по той разу волновки который написал на мой взгляд в 2009 году начался новый цикл но здесь в принципе видно это по арси а мы ушли в зону сильной перепродности здесь как раз был кризис 2008 года отсюда я начинаю отсчет вон то есть первая волна потом вторая длинная третья четвертая волна которая выступает в виде классического треугольника здесь я начинаю от 293 это спай и т.ф. на смп первая волна 2 3 4 укороченная 5 ну сейчас развитие 5 ну и по классической теории я посчитал возможное движение 5 волны и в принципе она вот ограничена примерно отметкой 441 по спай то есть это ну где-то 4400 с небольшим по snp сейчас мы как раз находимся в той зоне где уже в принципе пятая волна может закончиться то есть минимальная она могла проходить до 393 и максимально на 440 исходя из той теории которую я почитал ну и в принципе вот эту пятую волну я начинаю считать от окончания пятой волны в четвертом в четвертой волне в треугольнике это было примерно 323 напишите в комментариях я сделал я здесь какую-то ошибку потому что на самом деле я в этом практически ничего не понимаю ну как немного разбираюсь но считаю себя на самом деле дилетантом в этой теории я не уверен верная она неверная но в принципе интересно изучать всю информацию которая доступна в том числе и теорию или это если вы в этой теории разбирайтесь пожалуйста напишите в комментариях где действительно было бы интересно узнать ваше мнение переходим к портфелю в рамках которую я тестирую стратегию на прошлой неделе он немного укрепился 50 долларов прибавил закрывали прошлой неделе на отметке 12 831 сейчас в портфеле 12 883 и в принципе стоит он примерно 50 процентов из золота и длинных облигаций и на прошлой неделе основные инструменты изменялись следующим образом и тех на снп вырос на 2,74 процента и тф на длинные облигации 0 процентов без изменений тех на золото прибавил пол процента таким образом сегодня я буду продавать и тф на золото на 2000 долларов и покупать тф на длинные облигации приступаем к сделкам для начала подай золото тикер gld 12 бумаг комиссии 1 доллар и покупаете их на длинной облигации тикер tlt 14 бумаг комиссия 1 доллар все сделки совершены и тф на На длинные облигации составляет 64,5%, ETF на золото составляет 35,5%, S&P по-прежнему в портфель не попадает. Ну, в принципе, вот такая ситуация с портфелем. Кстати говоря, хотя бы вам напомнить, что приближается дата отчетности перед налоговой, уплаты налоговых платежей, не забудьте это сделать, особенно если вы торгуете через иностранного брокера, вам придется сдавать много бумажек в налоговую, делать расчет. Если вы впервые столкнулись с этой проблемой, посмотрите, у меня есть видео-интервью с Александром Янковским по поводу этого. Собираюсь подавать декларации как раз вот либо на выходных это сделаю, либо сделаю уже в понедельник, ну и, собственно, заплачу налоги и буду спать спокойно. Ну, а на этом все, спасибо за ваше внимание, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм и твиттер, ссылки оставлю в описании. Отвечайте на вопросы, которые я задал в этом видео, было крайне интересно изучить ваше мнение. И до встречи в следующем видео после закрытия рынков на следующих выходных.